Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о Евангелии от Матвея. Сегодня мы с вами читаем 12 главу. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колоси и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему. Вот ученики твои делают, чего не должны делать в субботу. Они стали срывать колоси, их перетирать руками, чтобы освободить от оболочки и есть зерна. Это могло восприниматься, если придраться, как работа. То есть они пожали эти колоси, они их обмолотили, то есть выполнили какую-то работу в субботу. И к этому фарисеи прицепились. Они сказали, вот ученики твои делают то, чего не должны делать в субботу. Поскольку суббота требовала полного покоя, полного сосредоточения на Боге. Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» Взалкал, то есть проголодался. «Как он вошел в дом Божий и ел хлебы-предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милость и хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо сын человеческий есть господин из субботы». И Иисус отвечает таким двойным посланием. Во-первых, он ссылается на Давида. Давид — это муж по сердцу Божьему, это один из чрезвычайно почитаемых деятелей израильской истории. Он проголодался, когда был сам и бывший с ним, и он вошел в дом Божий и ел хлебы-предложения, то есть священные хлебы, которые полагались при лице Божия и которые в качестве жертвоприношения, которые потом могли есть только священники. И никакой другой пищи не было, и ему первосвященник дал эти самые хлебы. Вы не осуждаете за это Давида. Вы не говорите, что Давид этим осквернил святость храма или чем-то согрешил. Почему же вы за это осуждаете меня? Но мы видим здесь, как Иисус поставляет себя кем-то, кто не меньше Давида. То есть, в принципе, ему могли бы сказать, ну, Давид это царь, Давид это вот муж по сердцу Божию, Давид это великий человек. Наверное, это не значит, что каждый теперь может войти, там есть хлебопредложение. Но Иисус указывает на себя, как на кого-то, кто больше Давида. Не считали ли бы в храме, что в субботах священники в храме нарушают субботу, однако не виновны? То есть, в храме, в ходе исполнения своего священнического служения, священники, конечно, работают на них, выполняют разные действия, и, тем не менее, они не виновны. Почему? Потому что они совершают священные действия в храме. Иисус указывает на себя, как на кого-то, кто сопоставим, по меньшей мере, с Давидом, и на кого-то, кто сопоставим со священниками в храме. Но говорим, здесь тот, кто больше храма. И, наконец, Он говорит, тот, кто больше храма. На кого Он указывает? Ну, очевидно, на себя. Что значит быть больше храма? Храм — это абсолютно уникальное сооружение в иудаизме той эпохи. Сейчас мы называем храмом любую православную церковь. У нас много храмов, у нас сотни храмов в одной Москве, но в иудаизме мог существовать только один храм. Этот храм был исключительным, единственным, уникальным местом, в котором Бог обитал среди своего народа. Храм был абсолютной величайшей святыней, местом, где реально присутствовал и где принимал жертвоприношение и хвалу народа Бога. Богочестивые иудеи со всего мира съезжались на праздники к этому месту, к этому храму, чтобы здесь поклониться Богу. Храм был абсолютной величайшей святыней. И вот Христос говорит, здесь тот, кто больше храма. Как можно быть больше храма? Как можно быть больше единственного места, где Бог пребывает со своим народом? Только если Иисус Христос — сам Бог. И Он оказывает это достаточно ясно о себе. «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвой, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин Исубботы». Конечно, можно сказать, что здесь Иисус говорит о том, что человеческая нужда, человеческий голод важнее, чем соблюдение Субботы. Но здесь, насколько я понимаю, главная тяжесть этого отрывка, главный смысл его немножко в другом. Иисус говорит о себе, что Он больше храма. Иисус говорит о себе, что Сын Человеческий есть Господина Субботы. Он оказывает на себя, как на Сына Человеческого. Сын Человеческий — это фигура, упоминаемая в книге пророка Даниила, тот, кому дана Богом власть над всем миром. И Он господин из Субботы. Суббота! Чье это вообще установление? Это Божье установление. Это часть Божьего закона. Бог установил Субботу, как священный день отдохновения. И когда Иисус говорит, что Сын Человеческий есть Господин из Субботы, Он усваивает себе прерогативы Бога. Это как если бы царь где-то прогуливался со своими друзьями, Его не узнали и сказали, по закону царскому нужно делать вот не так. А Он бы сказал, да это мой закон. Я тут вообще установил этот закон. Как вы мне можете указывать, как мне законы соблюдать? Я автор этого закона. И поэтому Иисус говорит, я из Господин Субботы. Он говорит о себе, как о Боге. И отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в Субботы. Сухая рука – это тяжелое хроническое состояние. То есть в сухоруке человек, он, очевидно, долго болеет. Он не находится в состоянии какой-то острой болезни. У него там не прободная язва, у него не острое кровотечение. Он не умирает вот прямо сейчас. И, в принципе, его можно излечить на день раньше и на день позже. Он долгие годы, очевидно, ходит с этой сухой рукой. Очевидно, ничего не изменится, если его исцелить на следующий день. Но Иисуса спрашивают, а можно ли сделать это в Субботу? Вот, в принципе, можно не идти на конфликт. Можно подождать день и исцелить этого человека. Но они допытываются, можно ли исцелить в Субботу. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в Субботу упадет в яму, не возьмет и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно и в Субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус узнав, удалился оттуда. Суббота, как священный день вдохновения, имела огромное значение для сохранения, для самоидентичности израильского народа. Потому что мы читаем у веткозаветных пророков, что упадок отступничества начинается с того, что люди перестают хранить Субботу. Покаяние, возвращение к Божьему закону начинается с того, что люди начинают вновь соблюдать Субботу. Суббота — это знак завета с Богом. И фарисеев поэтому страшно раздражает то, что они воспринимают как нарушение Субботы. И Иисус не нарушает Субботу. Он возвращает ей подлинный смысл. Потому что иногда может возникнуть впечатление, иногда люди так говорят, что Иисус показывает, что какая разница, Суббота или не Суббота. Все это формальности, все это ерунда. Всем этим можно пренебречь. Нет, речь не об этом. Речь не о том, что Субботой можно пренебречь. И Иисус не пренебрегает Субботой. Когда его в этом обвиняют, его обвиняют несправедливо. Он открывает подлинный смысл Субботы. Он говорит о том, что можно и в Субботы делать добро. Суббота — это дар. Это не бремя. Бог дает Субботу для того, чтобы человек имел время отдохнуть. И так и написано в заповеди. Отдохнешь ты, и раб твой, и скот твой, и пришельцы, которые в жилищах твоих. Все отдохнут. Суббота — это богодеяние Божие. Это время, когда человек выходит из круговорота, он выходит из всей этой беготни, и он может отдохнуть. И во времена, когда большинство труда было просто тяжелым физическим трудом, люди имели возможность просто отлежаться, просто восстановить свои силы. Даже раба нельзя было эксплуатировать до смерти. Ему нужно было давать субботний покой. И суббота таким образом была Божьим богодеянием. В субботу надо было радоваться, надо было праздновать, надо было изучать Писание, нужно было собираться для молитвы. И все это было очень такой радостной активностью. Это не было каким-то бременем. И беда фарисеев была в том, что они это превратили в некое бремя, когда образ бога воспринимался как вот бог, который дал какие-то предписания, и мы их выполняем, не очень понимая зачем. Но бог их дал, и мы не можем от этого уклониться. И мы это стараемся выполнить как можно лучше, потому что иначе бог прогневается, какую-нибудь беду на нас нашлет. Иисус, напротив, видит в субботе богодеяние бога. И оказать богодеяние, исцелить человека, принести в этот мир радость и утешение, это ровно то, что нужно делать в субботу. И мы видим, как речь идет не о теоретическом каком-то споре, и Иисус исцеляет, реально исцеляет этого человека. Он не просто говорит, что можно это делать в субботу, он его реально исцеляет. Происходит чудо. И это действительно сверхъестественное чудо, потому что, ну, мы понимаем, что какая-то тяжелая хроническая болезнь, которая вызвала какую-то атрофию тканей, мы не знаем точный диагноз этого человека, но факт тот, что сухая рука, она не может стать здоровой, как и другая моментально, даже если бы человек попался к каким-то замечательным врачам, которые его бы полностью вылечили, процесс восстановления его руки, он бы занял месяцы. При самой наилучшей медицине это месяцы бы ушло. Но рука этого человека стала моментально здоровой, как и другая. Происходит сверхъестественное чудо, происходит знамение. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но фарисеи не хотят этого видеть. И вот эта трагедия человеческой слепоты, когда они оказываются перед лицом чуда и не хотят его видеть, она в Евангелии повторяется снова и снова. И иногда люди требуют себе чудес, мы это видим и в наше время, когда человек говорит, вот если бы Бог явил мне знамение, если бы Бог мне явил чудо, если бы Бог мне явил не какие-то намеки на свою реальность, а вот что-нибудь такое определенное, такое решительное, что бы я не мог отрицать, вот я бы тогда уверовал. Нет, человек неправду говорит, в том числе себе он говорит неправду, потому что если человек не хочет уверовать, его не убедят чудеса. Неверие — это не вопрос недостаточной информированности, это вопрос воли. Был такой известный очень атеист Бертон Рассел, его у нас в Советском Союзе еще переводили, потому что он атеист, именно в плане борьбы с религией, и когда он был уже очень пожилым человеком, ходит про него такая, не знаю, насколько достоверная легенда, что у него кто-то из его друзей спросил, что ты уже приближаешься к смерти, что будет, если все-таки ты был неправ, что если ты все-таки предстанешь пред Богом, что ты ему скажешь, и Бертон Рассел сказал, что недостаточно данных, было недостаточно данных, то есть Бог недостаточно дал мне свидетельств, чтобы уверовать в него. И вот это самообман. Бог дает достаточно свидетельств для того, чтобы уверовать, для того, чтобы пребывать в вере, и проблема в нашей воле. Если бы Бог дал больше свидетельств, мы бы повели себя, как те же фарисеи, то есть мы бы уперлись против них. И они пытаются, наоборот, уничтожить Иисуса, они не раскаиваются, не меняют свои позиции. «И последовало за ним множество народу, он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому Бог говорит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возбьет, никто не услышит на улице голоса его, трости надломлены, не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». За ним идут люди, он их исцеляет, и здесь приводится цитата из пророка Исаии. «И говорится, что отрок мой, мой служитель, которого я избрал, возлюбленный мой, которому Бог говорит душа моя, это предсказание Мессии, положу дух мой на него и возвестит народом суд». И вот этот суд народом, он совершается несколько необычно, потому что мы обычно, когда мы себе представляем суд, мы себе представляем судью, который сидит на судейском месте, и мы представляем себе подсудимых, которых взяли под белые руки и привели, и посадили там в такую клетку, и они там сидят для того, чтобы выслушать приговор. То есть суд — это что-то такое насильственное, достаточно. Но здесь суд описывается как что-то, наоборот, очень тихое и кроткое. Не воспрекословит, не возобьет, никто не услышит на улице голоса его, «Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Это выглядит очень загадочно, потому что здесь этот отр, которого избрал Бог, он выглядит как-то очень тихим, очень кротким. Он не переломит даже уже надломленной трости, тростника, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. О чем здесь идет речь? О каком суде? Мы можем вспомнить слова Евангелия от Матфея, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. «Ибо всякий, творящий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, которые злые. А кто творит доброе, тот идет к свету, чтобы были видны дела его, ибо они в Боге соделаны». Само присутствие Иисуса Христа является судом. И суд — это не только событие, которое совершится когда-то в будущем. Это то, что происходит прямо сейчас, поскольку люди прямо сейчас принимают свои решения по отношению к Иисусу Христу. Кто-то отвечает на его присутствие покаянием и верой, кто-то неверием и противлением. И Христос доставит суду победу каким образом? Тем, что он проявит совершеннейшую праведность и совершеннейшее послушание. В том, что он проживет жизнь в полном послушании Богу и умрет на кресте в совершеннейшем послушании Богу, и он будет воскрешен из мертвых. И он явится как совершеннейший праведник. Он через это доставит суду победу. Он будет оправдан. И это свое оправдание он даст человеческому роду. Вот здесь речь идет о суде, который победит. Он доставит суду победу. И это может быть не очень понятная концепция для современного читателя. О чем здесь идет речь? Над кем одерживает победу Христос? Над дьяволом. Потому что написано, что он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Каким образом? Как вообще может существовать конфликт между Богом и дьяволом? Как Пятница спрашивал Робинзона в книжке Робинзон Кроза, «А почему Бог не убить дьявол, чтобы не было зло?» Он такой простодушный туземец. И Робинзон не знает, что ответить. Но на самом деле победа Бога над дьяволом – это не физическая победа. Это победа правосудия. Потому что Бог действует по правде. Бог открывает себя во всех своих действиях как праведный. Не просто как всемогущий. Потому что, ну да, у всемогущего Бога не может быть конфликта с одним из своих творений. Дьявол – это всего лишь творение. Бог открывает себя как праведный. И Бог, спасая людей, открывает себя именно как праведный. И праведность проявляется в том, что Бог приходит на землю в лице Иисуса Христа и проживает совершенно праведную жизнь. Во всем человеческом роде есть один полностью совершенный праведник – это Иисус Христос, который умирает на кресте за наши грехи и воскресает из мертвых. И Он совершает собой очищение грехов наших. И мы освобождены от всех обвинений, которые на нас возводил сатана, потому что за наши грехи умер Христос. С нас больше нечего взыскать. Сатана не может уже выступить в качестве обвинителя. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам, «Кто будет обвинять избранных Божиих?» То есть Христос, прожив жизнь в совершенном послушании Богу, явив себя совершенным праведником и в совершенном послушании Богу, взойдя на крест, добыл нам оправдание перед Богом. И для Бога будет справедливо и уместно и праведно вести нас в рай, хотя мы грешники, потому что за нас ходатайствует Иисус Христос. В этом отношении он доставил саду победу и поразил сатану. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силу вельзевого князя бесовского». Ветхозаветные пророчества говорят, что когда придет Мессия, когда придет Христос, сын Давидов, то есть посланный Богом Спаситель, он будет творить именно такие чудеса, он будет исцелять, тогда глаза слепого откроются и язык немого будет петь, если буквально вспомнить пророчество. Вот происходит ровно это, ровно те признаки Мессия, они вот видны в Иисусе Христе. Как на это реагируют фарисеи? «Он изгоняет бесов не иначе, как силу вельзевого князя бесовского». То есть на самом-то деле они хотят сказать, что Иисус — это какой-то черный маг, и он такими какими-то темными бесовскими силами гоняет бесов. И вот что отвечает им Иисус. «Но Иисус, зная помышление, их сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? Если я силу вельзевого изгоняю бесов, то сыновья ваши чьи силы изгоняют? Посему они будут вам судьями». Вот что говорит Иисус, что, ну тогда получается, в аду случилась гражданская война, небесы изгоняют других, и это значит, что аду пришел конец. И второй он говорит, «Если я силу вельзевого изгоняю бесов, то сыновья ваши чьи силы изгоняют?» Сыновья — это люди, принадлежащие какому-то сообществу, не обязательно физические сыновья. Сыны пророческие — это люди, принадлежащие к сообществу пророков. Сыны погибели — это нечестивые люди, принадлежащие к сообществу погибающих. И вот сыны, сыновья фарисеев — это люди из среды самих фарисеев, которые изгоняют бесов. Что люди и раньше такое бывало, иногда изгоняли бесов? Иисус спрашивает, «Если вы претендуете на то, что вы изгоняете бесов, то вы-то чьи силы изгоняете? Общу ваши тогда силы небесовские». «Посимо они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? Тогда и расхитит дом его. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот растачает. Если я Духом Божиим изгоняю бесов, достигло до вас Царство Божие. Если падшие духи изгоняются, то они изгоняются кем-то, кто имеет власть это делать. Кем-то, кто вошел в дом сильного и связал этого сильного, то есть сатану, и расхитил вещи его, освободил его пленников. То есть тот, кто сильнее, тот, кто обладает властью, тот, кто гораздо сильнее Велизеулы. И Иисус указывает на себя, как на Бога, как на Господа. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот растачает. И это его присутствие, это присутствие Бога, оно делает необходимым выбор. Мы либо принимаем его, либо отвергаем. И если мы не с ним, то мы против меня. Невозможно осидеться посередине. Посему говорю вам, всякий грех и хуа простятся человеком, а хуа на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если кто скажет на духа святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Это очень суровые слова, и часто бывает так, что некоторые богочестивые христиане, они приходят в некоторое такое смущение, уныние, тревогу, думают, не похулили ли они как-нибудь святого духа, и не совершили ли они этим греха, который не простится ни в всем веке, ни в будущем. Если они вообще этим опечалены, и думают, не совершили ли они такого греха, то очевидно, что не совершили. Потому что речь идет о, если мы видим контекст, о фарисеях, которые заявляют, что он изгоняет бесов силу Вильзевого. Кто такие фарисеи? Это люди, которые являются религиозными специалистами. Они отлично знают Писание, они отлично знают ветхозаветные пророчества о Мессии, они отлично знают, что эти пророчества вот прямо сейчас исполняются в том, что делает Иисус Христос. И они отвергают известную им истину. Они знают, что Священное Писание вдохновлено Святым Духом. Они видят, что на их глазах происходит то, что предсказано в Писании, и они говорят, это Вильзеву князь Бесовский. То есть в этом отношении хулить Святого Духа значит отвергать несомненно известную истину. И кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, то есть человек может это сделать по искреннему заблуждению, а потом покаяться. Но если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в своем веке, ни в будущем, то есть человек, который намеренно, упорно и сознательно отвергает возможность покаяния и отвергает внушение Святого Духа, который ведет его к покаянию, такой человек не имеет надежды. Не потому, что Бог не хочет простить какого-то греха. Все грехи прощены, если человек в них раскаивается. Но человек, хуляющий Святого Духа, он отвергает самовозможность раскаяния. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». То есть Господь указывает на дела, которые он совершает, и если это хорошие дела, если они свидетельствуют о присутствии Божьим, то признайте и дерево, то есть самого Христа, хорошим. «По рождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». Итак, Господь говорит по рождению ехиднины, то есть отродье змеиное, как вы можете говорить доброе, будучи злые, избытка сердца, говорят уста. То есть речь человека обнаруживает его сердце. Человек показывает, добрый он или злой, тем, что он говорит. И за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Да, мы привыкли к тому, что слова, они немного стоят, какие-то конкретные действия, они подпадают под уголовный кодекс, а слова нет. Господь говорит, что это не так, что слова наши показывают, кто мы такие, и слова наши могут означать наше оправдание или осуждение. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очереве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Хотелось бы видеть знамение. И мы знаем, мы дочитали до этого места, что знамений им полно, что Иисус исцеляет больных, явно чудесно, с архиестественным образом. То есть вот это не какая-то нервная болезнь, когда, допустим, у человека, не знаю, тик на нервной почве. Там еще какие-то вещи, которые можно было бы теоретически исцелить эффектом плацебо, исцелить сильным внушением. Это, ну, было бы еще как-то объяснимо. Но мы видим, происходят явно сверхъестественные события, явные чудеса. Тут фарисеи говорят, а мы хотим знамения. И понятно, что не хотят никаких знамений, они просто не желают видеть то, что происходит у них перед глазами. И Господь говорит, не даст вам знамения, кроме знамения Ионы Пророка. И он указывает на то, что Иона был три дня в очереве Кита, и Сын Человеческий будет в сердце Земли три дня и три ночи. То есть он предсказывает свою смерть и воскресенье. Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов Земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. То есть Иисус говорит о себе как о ком-то, кто больше Ионы и о ком-то, кто больше Соломон. Он продолжает указывать на себя, как на Бога. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым духом, с этим злым родом. Люди, которые вроде бы избавились от злых духов через то, что они поклоняются единому Богу. Они отвергли язычество. Они отвергли все те нечистые духовные практики язычества. Они оставили свой дом пустым тем, что они не приняли в него Иисуса Христа. И из-за того, что дом оказался пустым, в него вселятся еще семь злых духов. И люди, которые отвергли Христа, окажутся в еще худшем положении. Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И вот некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моей и братья мои. И указав руку свою на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. А матери и братья, братья, которые упоминаются в Евангелии, это кто-то, кто... Очевидно, это неродные братья, это кто-то, кто старше Иисуса. Они ведут себя как старше, они ведут себя несколько надменно, они ведут себя несколько так пренебрежительно даже, что в патриархальном обществе было бы немыслимо, если бы Иисус был старшим братом. Но он, очевидно, младший. И братья, скорее всего, насколько мы можем предполагать, это не сказано в Писании прямо, но это угадывается, это дети Иосифа от первого брака. Иосиф, видимо, был богочестивым вдовцом, уже достаточно пожилым в тот момент, когда он обручился с Марией. Потому что здесь мы видим, что он отсутствует. И, видимо, он отсутствует, наиболее естественное объяснение, просто он умер уже на этот момент. И если он был пожилым богочестивым вдовцом, у него были дети от предыдущего брака, и они были братья Иисусу, конечно, в этом отношении. Хотя они, да, они не связаны, так сказать, по крови, но они принадлежали к той же семье. И поэтому совершенно понятно, что евангелистов называют братьями. И вот они стоят вне, желая говорить с тобою. И Иисус показывает, что его миссия по отношению к людям, то, с чем его послал Бог, важнее, чем его родственные связи. Он говорит, я не оставлю моих учеников, я не оставлю людей, которым я проповедую, для того, чтобы просто выйти и говорить с моими родными. Он говорит, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот не брат и сестра и матерь. Это указывает на очень высокое призвание христианина, как Господь говорит апостолам, он называет их братьями, он называет их друзьями, он говорит, поди и скажи, братьям моим. И вот христиане, они сделаны родственниками, они сделаны братьями самому Господу Иисусу Христу. Это налагает огромную ответственность, которую мы должны с благоговением нести. Мы с вами прочитали 12-ю главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».